Продолжение следует... 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 Я не знаю даже, возможно, это не очень хорошо, что пропадает, я не знаю, но не мешает особо, не знаю, может, если бы она была, то там в Бундеслиге шел бы не 8-11, а там 15-2, я не знаю, я не знаю, честно, если бы там не пропала такая же подвижность, ну, с возрастом это все равно проходит, как бы, уже там не бегаю постоянно, как я раньше делал через борты, Ну, когда я заведен, вот сегодня с Антоном Котовым пришлось, как бы, завестись, потому что он очень хорошо играл, да, 0-2, он меня сразу повел до 0, вот, дальше я сет взял, 1-3, и как бы с 3-1 я играл уже хорошо, и тактику там через центр права, стало ему больше играть, и... Семисетовый, да, поединок. Да, очень трудный, входной, можно так сказать, хорошо, что я выиграл, это мог бы быть первый и последний личный матч, да. Ну, ты повторял на том же самом третьем столе и по тому же сценарию, как и Маша Тайлакова играла. Да. Один в один просто. Максим, вопрос такой, вот на твой взгляд, помимо тебя, я бы назвал тебя, Вову Сидоренко, Леву Кацмана, Кирилла Скачкова, ну, может быть, еще не знаю, кого это главные фавориты, а на твой взгляд, кто может сюрприз преподнести из, скажем так, второго эшелона сильных игроков? Ну, просто на твой взгляд. Вот Никита Артеменко, он вот все время играет с Кириллом Скачковым очень хорошо. Да, я помню, да, два года назад, когда я второй занял, я помню, он тогда Кирилла проявил, и опять же, он сейчас четверть на Кирилла попал, и тоже чуть-чуть так. Может, неудобно ему, но при этом он всегда 3-2, 4-3 ему проигрывал, вот, возможно, он возьмет реванш все-таки. Опять же, сейчас в форме Артем Двойников, вот он играет сейчас против Никиты как раз-таки, Артеменко, и может его выиграть, и дальше уже Кирилл Скачков. Ну, не знаю, как бы много таких игроков неприятных, и даже не знаю, что еще сказать. Хорошего неприятного. Да, 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 спортивного. Слушай, Максим, ну мы с тобой могли бы очень долго говорить, но у нас, к сожалению, мы должны придерживаться определенного формата временного, и я хотел бы завершить вот наше небольшое интервью последним нашим вопросом. Такой, в двух словах буквально, поделись своими планами на ближайшее будущее, если это не секрет. Как бы, ну, я не знаю даже, но будут перемены, я вот так хочу сказать, как бы, у меня уже есть клуб, как бы, все, все. Хорошо, мы не будем спрашивать, какой клуб, но если это секрет, то подписан уже контракт или еще в стадии только подписания? Я бы сказал в стадии, одна из сторон уже подписала контракт, это я. Да, как бы, а они думают, вот, и мне, ну, контракт понравился, вот, и все. Ну что ж, мы хотим пожелать тебе удачи, ты всегда вызываешь огромное притяжение у всех зрителей, у всех нас, у меня, в том числе, я всегда за тобой стяжу, мы с тобой, друзья, я помню еще, кстати, в интернете есть ролик, два Максима называется. Да, с Максимом Шмыревым, вот такой бегаешь, и с Максимом тренируешься, да, мы... Ну, великолепно просто за тобой следим. Спасибо, спасибо. Огромное тебе спасибо за интервью, удачи тебе желаем. Спасибо. Привет всем, да, спасибо. Да, всем привет.